А на PlayStation 2 у нас сегодня игра, которая породила умы геймеров во всем мире. Создатели Resident Evil представляют новый убойный экшен. Так что вооружайтесь пистолетами и мечом, и давайте заставим дьявола поплакать. Девил Мэй Край. Можно сказать всего лишь эти три слова и молчать на протяжении пяти минут, наслаждаясь прекрасной графикой и убойным экшеном. Но я не собираюсь этого делать и хочу поделиться с вами своими впечатлениями от этой игрушки. Ранее, читая обзоры в различных журналах, я начал привзято относиться к Девил Мэй Край, но поиграв в нее кардинально изменил свое мнение. Да простят мне зрители радостные вопли. Но это стопроцентный хит. Лучшая игра на PlayStation 2, которую сейчас можно найти у нас в области. Ходили слухи, что данный продукт сначала создавался как очередное продолжение серии Resident Evil. Но по ходу дела он перерос в самостоятельный проект, который без сомнения соберет свою кучу поклонников. Что ж, в очередной раз мы убеждаемся, что Capcom умеет делать замечательные игры. Ладно, хватит терзать свой словарный запас восхваляющими терминами. Пора рассказать вам о самой игре. Итак, приступим. Девил Мэй Край по своему жанру является обычным ностоп-экшеном. Мы просто бегаем и делимся. Никаких загадок здесь нет и быть не может. Зачем напрягать мозги, если мы и так напрягаем пальцы в бешеных комбинациях? Иногда, правда, может возникнуть опасность заблудиться, но больше 10-20 минут мы не потратим на поиски дороги. Замок, в котором нам предстоит побывать, просто огромный, и мы не раз будем возвращаться на старые локации в поисках новых путей. И только вечно лезущие изо всех щелей твари не дадут нам соскучиться по дороге. Хотя нет, ошибаюсь. Можно просто бегать по невероятно красивым местам и любоваться графикой. Нам предстоит побывать в самом замке, за зеркалье, на тонущем корабле и под водой. И все эти места сделаны профессионалами своего дела. Даже первый брошенный взгляд говорит, что это не Dreamcast. Камера в игре автоматическая и, можно сказать, очень удобная. Особенно радует, что при резкой смене вида наш герой продолжает идти в ранее выбранном направлении. Присутствует даже неплохой сюжет. Правда, наибольшую значимость он приобретает где-то под конец игры. Поэтому я вам его рассказывать не буду. Что ж, а теперь настало время поговорить о самом главном. О постоянных стычках с врагами. На них построен почти весь успех этой игры. И поверьте мне, вы и пяти минут не сможете побыть в одиночестве. Причем эта вечная мясорубка никогда не надоедает. Почему, я и сам не понял. Наверное, из-за принципа «легко и зрелищно». Описать это невозможно. Нужно поиграть, ощутить, увидеть своими глазами, как Данте врывается в гущу врагов, превращая их в фарш своим мечом. Бои с боссами — это отдельная история. И нужно будет применить все выученные нами навыки, чтобы выйти победителем. Мало того, что они больше нашего героя в десятки раз, так они еще и никакую не хотят погибать, постоянно убегая после своего поражения. Наши враги не исчезают бесследно. Каждый из них после своей гибели оставляет нам некоторое количество местной валюты. На эти деньги мы можем накупить аптечек, магической энергии, воскрешение после смерти, а также за кругленькую сумму Данте может выучить новые удары и усилить старые. Помимо различных мечей и огнестрельного оружия, где-то в середине игры наш герой выучивает навыки рукопашного боя. И тогда начинается полное веселье. В игре 24 уровня, прохождение которых может затянуться на неопределенный срок. Особенно, если вы хотите пройти их все с наилучшим результатом. А также где-то запрятаны еще 12 секретных локаций, из которых мне удалось найти только две. Жаль, конечно, что у Спсони Плейстейшн 2 еще не слишком распространена у нас в городе. Но я надеюсь, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону. И тогда всем уж обязательно придется поиграть в Devil May Cry. Субтитры сделал DimaTorzok